МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тебе дам повод. Я еще никому не сливал. Ну! Давай! Че смотришь? Дурак ты. Ой, дурак. Ну, давай, давай! Нет, ты повернись на меня, посмотри! Живой? Парень, парень, ответь. Живой? Ну и что дальше? Да. Ты нас бросишь теперь, да? Значит так, валите отсюда. К ментам не обращаться. Понятно? Этого не бойся, не троня. Странник! Ну, хочешь, убей меня! Убей! Убей! Ну, пожалуйста, никто не пожалеет! Даже Анжелика! Почему? Почему я оставил? Ну, я... Я крепко жить не хотел. Я оставил петлю на шее. Я... Понимаешь? Я, зя, всегда один. Один! Я всегда один! Странник! Что мне делать? Что мне делать? Странник! Я тебя умоляю! Не уходи! Иди за мной. Уже собрался? Угу. У меня просьба. Да? Скажи своему гению, чтобы он не болтал обо мне. Особенно вашему спонсору. Не волнуйся, он не такой идиот. Из-за его болтливости, мой друг. Ну, в общем, у друга были неприятности. Ужасы какие. Ну, Гена, не знал, наверное? Да, но за язык его никто не тянул. Как говорят самураи, по одному единственному слову можно судить. Федор Матвеевич, он действительно влюблен в тебя? Ну, скорее в театр. Ну, ну, и в меня немножко. Ты ревнуешь? Я в полночь посмотрел, переменил русло, небесная река. Какие нежные у нас самураи. Ничего, это пройдет. Вот, выйду отсюда и пройдет. Сволочь! Подонок! В дурку поедешь. Сам не захочешь. Как чурку. Упакуют и повезут! Да что с тобой? Что случилось? Как лампочка хочет повисеть! Вешайся! Хрюст давай! Урод! У нас проблема, да? Ты! Ты моя единственная проблема! Больше у меня проблем нет! Подонок! Папа, не трогай его! Они смотреть на нас и были! Заткнись! Господи! За что ты меня наказываешь? Кто тебя это вынувшил? Папа, папа, пожалуйста! Папа, пожалуйста! Почему? Кто тебе сделал таким животным? Папа, папа! Кто меня сделал? Он не помнит! Тихо, Женя! Женя! Он никогда не помнит! Ничего не помнит! Женя! Женечка! Женя! Иди сюда! Женя! Женя! Женя, отпусти! Отпусти! Иди ко мне! Женечка! Женя! 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 Женя, это я! Это я! Все хорошо! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди! Вот так вот! Иди! Что ты плачешь, как девчонка? Молчи! Женечка! Слушай, что говорю! Сейчас пойдешь, возьмешь палку, кирпич, что хочешь, и будешь бить сильно, чтоб Димка твой плакал, а не ты! Еще раз придешь ко мне жаловаться, я сам тебе так врежу! Шары вылетят! Все понял? Да! Иди! Женя, все! Все! А почему, ты думаешь, его все ненавидят? Садник без головы! Почему? Почему я сына родного от зоны отмазать не смог? Я отмазал! Десятка, как минимум, усветила! А если бы нашли всех девок, которых он испоганил? Он кого-то убил? Нет! Я не знаю! Да, было, чего темнить! Сколько мне сил стоило, чтобы его на зоне не поломали! У меня дружка моего, Николу, за это форшманули! Помоги мне с сыном! Что я должен делать? Побудь ему другом! Я в долгу не останусь! Но помни про наш разговор! Насчет Анжелики? Если я что-то себе позволю, вы меня убьете! Я помню! Я тебя убью, если ты сделаешь ее несчастной, дурила! Да! Ну, входи, входи, вошел уже! Говори! Я срисовал нужного нам человека! Отлично! Он сейчас по адресу Советская 4, квартира 23! Советская 4, квартира 23? Ошибки нет! Именно этот адрес! Похоже, они давно друг друга знают! Сейчас он там! Один! Акьела хотел, чтобы это сделали его, Лёня! Так я сразу и сообщил, а потом... А потом понял, что это за адрес! Кто поехал? Бригада Коржи! Они знают, что надо живьем! Или, может, не надо? Нет! Акьела задергается! Скажи, чтобы они не смели входить в квартиру! Пусть берут, когда он выйдет! Один! Понял! Иди! Иди! Я хочу тебя кое о чём попросить! Стань моим самым верным человеком! Я... Только... Не говори мне, я попробую! Сиди! Я буду... Самым верным вашим человеком! Ты всё слышал? Да! Поедешь по этому адресу? Советская 4, 23! Молодец! Там будет женщина! И этот тип! Которого ты знаешь! Знаю! Неизвестно, когда он оттуда выйдет! Его будут ждать! Попытаются взять живьём и отвезти Кокелли! Он не должен туда доехать! А если придётся? Женщина! Пострадать не должна! Сделай лишь! Я же самый верный! Ваш человек! Стой, стой! Что, опять задержан, арестован? Да не мешало бы! Садитесь в машину, надо поговорить! Откуда я, по-вашему, знаю, где вы так хитро спрятались? Если бы я хитро спрятался, вы бы меня не нашли. Но стукачи ваши работают хорошо. Вы работаете плохо. Вы для этого меня искали? Я видел плёнку, на которой вы глазеете на фейерверк, и понял, что это подстава. Втера подставились сами, и женщину подставили. Думаете, самый умный. Всех использовали, а использовали вас! А если это я подорвал Акелу и стравил этих уродов? Вот тогда я вас посажу. И сделаю то, что никогда не делал. Найду героин в кармане. Я не позволю развязать бойню в моём городе. Куда вас отвезти? Теперь ты меня послушай, Александр Васильевич. Ты хороший, я плохой. Именно поэтому совет друга. Держись от меня подальше. Я облажался, не скрою. Но такие подонки, как я, всегда выкручиваются. Это правда. У тебя, слышал, жена красивая? Дети есть? Тебе-то что? Роди детей, Корцев. Приличные люди обязаны размножаться. Ты что, издеваешься? Воины становятся друзьями, когда заглянут в сердце друг друга. Так говорят самураи. Я заглянул в твоё. Может быть, когда-нибудь ты загрянешь в моё. Это вряд ли. И всё-таки послушай совет друга. Не лезь ты в это дело. А если я плевал на твои советы? Сейчас не твоё время, карцер. Потерпи. Дай мне поработать спокойно. Азов, ты уже провалился. Тебя убьют. Нет, не сейчас. Спасибо за помощь. Да нет, за что. Стой, стой. Давай. Приехали, господин Азов. Конечная остановка. Я так понял, убивать сразу не будете. Правильно будешь себя вести. Поедешь живой и при памяти. Готов? Не вопрос, парни. Я как раз сам собирался с вашим паханом потолковать. То есть тебе туда и надо? Ну да. Так бы пришлось такси брать. Мы те вроде как извозчики. Вроде как. Ты же не хочешь сказать, что это вы заставили меня ехать? Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Кто вы, юноша, понятия не имею. А вот вы, если я не ошибаюсь, те самые Коржи. Знаменитые братья Коржиковы. А ты откуда знаешь? Ну, как не знать? Вы, хлопцы, авторитетные. Ну, тогда ноги шире. Руки за голову. Рамзес, проверь его. Самурай, говорят, лучшее время для боя. Это сейчас. Дурой его! Ну, чё замерли? Давай, давай, веселей. Давай, давай! Ну, наконец-то. Это только начало. Не устал? Давай. Хы. Кто? Кто? Не! Стой! Руки! Повернись! Похоже, я опоздал. Наоборот. Как раз вовремя. Шут! Зачем? Не было другого выхода? Я испугался. Представляешь? Так быстро собираем гильзы. И валим отсюда. Они тебе доверяют? Да, доверяют. Но до сегодняшнего дня не упускали одного из дома. После того случая у Севы, только раз, когда выгуливал этого пса. Джеральда? Ага. Его и сестру. Сестренка, ничего? Хорошее местечко. Самураи говорят, даже если тебе что-то очень понравилось, ты можешь обойтись и без этого. Да, встречаться будем здесь. Дальше. Этот псих Джеральд считает меня своим лучшим другом. Предлагает грабануть папашин сейф. А потом на вас встретить лыжи из отчего дома. Идеальный расклад. Ты знаешь, как открыть сейф? А-а-а. Кот знает только бутафор. Обидно. Ну и? Есть идеи. Бутафор предлагает мне стать самым верным человеком. Смотри, оправдай доверие. Боюсь лохануться на первом задании. И не вздумай. Тогда мне надо убить тебя. Это мое первое задание. Позволишь? Если понадобится, знаешь где. У бутафора нет причины меня убивать. Он думает, есть. Черт! Нет. Как-то невежливо с его стороны, даже не поговорив. Что будешь делать? Чего тебе? Фёдор Матвеич, вы там Джеральда не прибили? Нет, к сожалению. Что за киллой? Азова привезли? Нет пока. А вы куда странника послали? Тебе-то что? Не стало бы вас беспокоить, но пока я веду ваши дела, я должен знать. Мои дела? Мои! Ваши. Значит, тебе о них ничего знать и не нужно. Не хотел вас огорчать, Фёдор Матвеич, но если странник грохнет Азова, а тело это поймёт неправильно. Будто вы ему Азова подставили и сами потом убрали. Так сказать, концы в воду. Ты ничего не понимаешь? Я-то понимаю. Я очень хорошо понимаю. Ничего. Как-нибудь срастётся, как всегда. Не срастётся, Фёдор Матвеич. И вам сейчас положить на то, срастётся или нет. Сейчас лучше наступить на характер. Я очень прошу. Иначе вся эта канитель по новой начнётся. Я уж было думал, что ты в самом деле. Лёнь. Пойми, мы выполняем приказ. Ну разве как-то по-другому? Нельзя достать бутафора. Так как? Я звоню человеку, которого в глаза не видел. Получаю от него инструкции. Мне сообщили, что бутафора привлечь по закону нельзя. Поэтому мы здесь. Я вскрою сейф и с ним будет покончено? Ты откроешь сейф, возьмёшь пакет, в котором около ста аудиокассет, и неважно, что на них... И всё-таки я хочу знать, что мы делаем и зачем. Ты раньше таких вопросов не задавал. А ты раньше так не боялся. Уложил трёх человек, которые не собирались тебя убивать. Я этого не знал. Но это всё-таки хорошо, что именно ты стал самым верным человеком бутафора. Твоя смерть отменяется. Бутафор? Угу. А бутафор стал нервным. Тебе нужно уехать. А это зачем? Если бутафор тебя простил, то Акела... Никогда. А ты что, в самом деле думаешь, что я подорвал Акелу? Он так считает. Ну, тогда теперь исчезать мне совсем не нужно. А что нужно? Господи... Здрасте, Лежатья Романовна. Здрасте, Лев Георгиевич. Лев Георгиевич. А вот это вот... Всё это... Это что? А? Лев Георгиевич. А? Вы меня слышите? Что вы сказали? Ну, во-первых, большое вам спасибо за лампы. А почему три-то? Эти тоже работают. Ну, я понимаю, зачем так много? Чтобы вас лучше видеть. Как ваш сын? Да... Спасибо лучше. Угу. Сейчас в больницу к нему поеду. Если, конечно, не арестуете. Да никто вас не арестует. Пока. Может быть и пока. К сожалению, наши с вами встречи ещё никто не отменял. Да я не жалуюсь. Елизавета Романовна, вы не напрягайтесь. Моё горе, оно моё. У нас с вами своё дело. Уголовное. Так что, давайте свои вопросы. Да. Значит, по показаниям свидетелей, все переговоры о приобретении акции от вашего имени вёл ваш Павел Валерьянович Варшавский. Елизавета Романовна, давайте с вами сразу договоримся. Паша Варшавский никогда никакого отношения к криминалу не имел. А если чего и делал, то только с моей подачи. По моему поручению. Я учту ваше заявление. Значит, Варшавский действовал исключительно с вашего одобрения. Ну что ж, пойдём дальше. Здорово, Александр Васильевич. Привет. Помнишь, я тебя просил узнать, кто там по мою душу пожаловал? Не узнал. А жена твоя подобрее будет, по-человечнее. Я у тебя человечности поучусь. Ладно? И насчёт Елизаветы Романовны не обольщайся. Она своё дело знает. Нет. Не верится мне, что ты с теми, кто семью мою убивал. А что, были такие мысли? Шепнули мне, что ты сегодня человечка одного паршивого прикрыл. Не там ищешь, Лев Георгиевич, семью твою. Убивали деятели вроде тебя. А вот если бы ты жил нормальной жизнью, то и семья твоя была бы жива. Вот теперь и думай, кого винить. Ты успел получить отбой? Последний момент. Ну хорошо. Где он? Где Горжи? Они нашли его? Да братья-то нашли, только они на небе. А он… Ну вот, а что место у вас сделал? Мочилова отменили, а Кокеле он не поехал. Мы вроде знакомы. Виделись. Я сам предложил парню проводить меня к Фёдору Матвеевичу. Его. Неужели никто не рад? А почему к нам не к Акеле? Говорю, всем для справки. Акела меня не интересует. Я им вообще не занимаюсь. Интересно, кто же тогда им занимается? Понятия не имею. Горчицын! Горцев! Ты хоть бы постучался, и так нервы никуда. Я тебе сейчас постучу. Я тебе… Валяй! Меня сегодня все с утра мордуют. Я тебя предупреждал. Насчет видеозаписи – камера наблюдения. Ну да. Она у братков Акелы или Бутафора? Как она у них оказалась? Не знаю. Не знаю я, Саш! Но я тебе говорил. Копии оперов были. Ну, подкатывал ко мне этот Адбутофора. Чекист. Тонну баксов предлагал. Причем уже знал, собака, что запись такая есть. Но я же честный идиот. Принципиальный. Я его гордо послал. И нецензурно. Ну и что? И то. После обеда вызывает меня Тростников. Ах ты сволочь продажная, я тебя под суд! Почему у жуликов твои оперативные материалы? Короче… Короче двойка. Какая двойка? Почему двойка? Видеозапись у братков, я от дела отстранен, без пяти минут уволен, без тонны баксов и вообще без рубля! Двойка! Ну, извини. Я не знал. Бывает. Да ладно, Саш, не утешай. Главное ведь принципы, и я их отстоял. Слушай, а давай я попрошу Лизавету поговорить с Тростниковым? Саш, 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 ой! Я этот уже поливал. А что? Кто-то уже пострадал? Не знаю. Надеюсь, что увернулся. Ты вроде знаком с моими людьми. Так. На бегу. Не успели толком поговорить. Но ты признал, что мне не друг. Не друг? И с той поры другом мне не стал. И, скорее всего, никогда им не стану. Что ж ты такой безбашенный? Совсем людей не уважаешь? Может, ты бессмертный? Бессмертный? Я профессионал только и всего. Если цель самурая смерть, я не хочу слишком быстро достигать цели. В моих действиях всегда расчет. Уже что-то. Расчет? Хоть какой-то смысл. Мы с вами поймем друг друга. Если я не прячусь, не убегаю, то только потому, что знаю, у вас нет причин меня убивать. Уверен? Уверен? Был уверен до прошлой субботы, когда взорвали Акелу. А раньше причин не было. А раньше-то за что? У нас с вами игра. У игры есть правила. Да, я работаю против вас, но не убиваю ни вас, ни ваших близких. Почему? Это бессмысленно. Ты мент. Значит, должен по правилам. Да если бы вы, Федор Матвеич, правил не соблюдали, вы бы не дожили до своих лет и состояния не накопили бы. Возможно. Мы с вами сражаемся против системы. Вы с государством, я с мафией. Моя смерть или ваша? Этот спор никак не решает. Нет слов. Красивый базар. Только ты, Азов, забываешь одну вещь, что кроме смысла есть ещё сердце. Пусть даже чёрное. Фёдор Матвеич! Фёдор Матвеич! И если оно мне подскажет, я тебя грохну. Прямо здесь. Прямо сейчас. И на душе у меня будет легко и хорошо. И в этом есть смысл. Так. Фёдор Матвеич, коньячок. Ладно. Сначала выпьем. Прохор! Прохор! Как заказывали? На двоих. Прохор! За вами кто-нибудь занимал? Братьев Коржиковых нашли. Все трое зажмурились. Азов! Здрасте. Здрасте. Пеклов, иди погуляй. Я один зайду. Не вопрос, Лев Георгиевич. Ты его отдай! Не что? Ага! Американский городовой. Пашка! Лёвка! Слим, ушастый! Ковбой! Ковбой — гразь. Ах ты, парень! Моржав! Здорово, Лёвка! Эй, Лёвка! Ну ты даёшь, Рокфеллер, хренов! Весьма! Ой, невесточка тихушная! Королевна моя, красавица! Лёвка! Тихушники. Ну ладно, ладно, у тебя и так… Я б тебя встретил. Лёв, Лёв, у тебя и так дел полно. Про дела уже наслышан. Да, и про тебя, и про Веру. Из аэропорта прямо сюда в Англишку проведать. Ну, сейчас кто-то по ресторанам поедет. Спасибо, спасибо. Эй! А как же я? Да куда же мы без тебя денемся? Ну что, домой? Когда? Договоримся. Паша. Радость наша. Здравствуй, Паша. Привет, Паша. А? Вы что с ума сошли? Почему здесь столько людей? Я пропустила только двоих. Я прошу вас всех выйти отсюда. Да всё, уходим, уходим. Ну, какое он строгое. Сейчас решим вопрос. И не воздражайте. Уходим, уходим, уходим. Господа, ну что это такое? Сколько можно вам говорить? Ришка, не скучай. Завтра ещё приедем. Девушка. Сейчас я этот этот сейболитом перетру. Давай, давай, давай. Сынок, держись! Встаньте кричать. Сейчас мы с доктором твоим всё решим. К выходным дома будешь. Значит, в пятницу выписываем. Да вы что, это чудо, что у него руки шевелятся. Вот! Вот и я о том же, она шевелится, пора выписывать. Я приду завтра. Пожалуйста, забирайте сколько хотите. Не грусти. Знаете, я вас сразу предупреждаю. Если вы заберёте его в пятницу, я снимаю с себя всякую... Здорово, Паша. Пожалуйста. Вы можете себя всё снять. Парни, я заберу. Ага. Да, привет. Извини. Да. Ага. Ага. Извини. Ага. Ну, держалась, крепилась. Крепилась. Ну, пожалуйста, ну. Пекло. Возьми хоть сумку. Ну, ты же будущий доктор. Ну. Ну, перенервничала немного. Ну. Я щас. Щас всё будет нормально. Пусть поплачет, пусть поплачет. Ну, чё, всё нормалёк. А чё за прикид такой? Ну, не следи за тобой. А, Лёк, извини. Не той стороной повернулся. Оп. Ух. Ай. Вот. Ну, подтяню тебя, злой, правда, любителя. Эй, меня-то забыли. Скажешь, это не ты? Ну, почему не я? Азов в полный рост. По-моему, это сложно объяснить простым совпадением. Самурай, говорят, в Дауне это ничего сложного. Оно всего лишь изучает вопросы жизни и смерти. Уважаемый Фёдор Матвеевич. Уважаемые господа, присяжные заседатели. Я что, по-вашему, похож на глупого человека? Если пришёл сюда, то похож. Хе-хе-хе. Тогда ищите не меня. Только большой умник мог задумать такое. Взорвать Акелу и стравить вас друг с другом. Так какого чёрта этот умник торчит на месте преступления? Да ищи под камерой видеонаблюдение. Позвольте. Обратите внимание, когда злодей паркует адскую машину, я даже не смотрю в его сторону. Я изучаю людей вокруг. То есть, хочешь сказать, что ты там оказался совершенно случайным? Ничего случайного не бывает. Утром в номер мне позвонил неизвестный. Обещал сообщить интересные факты вашей биографии. И назначил мне встречу на этом самом месте. И ты, профессионал, попёрся неизвестно куда, а неизвестно к кому? Это часть моей работы. Место публичное. Тем более, камера наблюдения. Я был в безопасности. Шняга какая-то вообще. Кабан. Чего? Ничего. Чекист, подожди. Азов. А ведь он прав. Это всё только твои домыслы. Речь идёт о человеке из вашего окружения. Почему из моего? Только ваши люди знали, кто я и где остановился. Что скажешь. Я ему верю. Почти. Я знал, кто ты и где остановился. И ещё пару людей. И всё. Кто не знал, мог подслушать или спросить. Мне что, перестрелять всех своих пацанов? На всякий случай. Зачем всех? Я знаю, кто это. Я узнал его голос. Сейчас. Здесь. Кто? Я не знаю, но чувствую. Я не вижу, но верую. Если вырастут крылья за спиной. Я хочу, чтобы были белыми. Я не знаю, но чувствую. Я не вижу, но верую. Если вырастут крылья за спиной. Я хочу, чтобы были белыми они